Все, да, запись пошла. Итак, друзья, у нас сегодня с вами очень важный вебинар, очень важная встреча, времени, как обычно, да, мало, и хочется сказать вам в разы больше, чем приготовил на слайдах, и давайте, наверное, как-то прям очень быстро-быстро-быстро будем двигаться. Если по ходу дела у вас будут возникать вопросы какие-то, ну, старайтесь там где-то писать, по возможности я на всех на них отвечу. Ну что, если вдруг мы с кем-то не знакомы, я представлюсь. Меня зовут Матвеев Сергей, Нижегородская область, индивидуальный предприниматель, город Арзамас. В этом бизнесе мы являемся сапирами-дикторами, да, с женой Юлией. Итак, сегодня у нас тема разносторонняя, да, вы видите, мы поделимся с вами, как мы приглашаем в бизнес, да, что главное вообще при построении команд, что главное вообще в целом в достижении успеха. И вы видите, да, на слайде очень важная такая надпись, да, что успех – это, в принципе, не более, чем несколько простых правил, действий, делах, которые вы делаете ежедневно. Неудача – это то же самое, то есть это обычные ошибки, но повторяемые также ежедневно. На что мы приглашаем, ну, по большому счету, не только приглашаем, мы приглашали всегда, да, и на сегодняшний день приглашаем – это на построении команд, да, и если вы, например, общаетесь на эту тему со своими знакомыми, да, даже если с незнакомыми, это не суть важна, да, можно говорить точно, что вот в этом нет конкуренции. Я здесь просто поясняю, да, то есть что я имею в виду под этим словом, что нет конкуренции. Вот смотрите, прям можно человеку так сказать, я говорю, понимаешь, я говорю, то есть, ну, большинство людей знают про Reflame с позиции «купил подешевле, продал подороже», да, кто-то, возможно, еще говорит, что здесь нужно привлекать людей там, что-то типа такого, и все. Я говорю, вот, если мы говорим о каталогах, да, конкуренция большая, то есть очень многие люди делают заказы, делают покупки и так далее. В построении команд конкуренции, ну, практически нету, да, практически нету. Это, наверное, знаете, вам можно задать вопрос человеку сразу, скажи, пожалуйста, сколько из твоего окружения, сколько людей строит серьезный бизнес в компании Reflame. В большинстве случаев это, да, это окей, то есть ноль. Если город небольшой, то можно спросить, скажи, пожалуйста, сколько в городе есть успешных предпринимателей, да, в этом направлении, которые строят бизнес в компании Reflame. Да, то есть тоже, опять же, ответ будет, скажем, не всегда положительный. Так что мы занимаемся построением команд, да, здесь совершенно другие действия нужно делать, совершенно другие деньги платят. Об этом мы сейчас с вами поговорим. Ориентир это, если мы говорим с новичками, если мы говорим с теми из вас, кто, может быть, сейчас я недавно присоединился, да, то есть задача это провести 300 встреч за первые 30, 90 дней. Ну, по большому счету за один день три встречи, то есть за один день нужно провести три встречи. То есть не три написать сообщение ВКонтакте, да, не три там что-нибудь там кому-нибудь отправить, а именно встречи, то есть какие-то диалоги, это может быть телефонный диалог, это может быть скатный диалог, это может быть живой диалог. Да, почему мы рекомендуем начинать с знакомых, почему мы рекомендуем как можно быстрее пригласить всех своих знакомых в этот бизнес? Потому что, смотрите, темпы роста этой индустрии очень растут, да, количество компаний появляется все больше и больше, количество партнеров в компании RFM появляется все больше и больше, да, и этот процесс, он не стоит на месте. Когда мне кто-то говорит, о-о-о, там, типа, я еще подумаю, там, я успею, я когда-нибудь там потом с своими знакомыми поговорю, потому что в это время твоих знакомых приглашает кто-то другой. Есть такая фраза, да, если вы там не говорите со своими знакомыми, значит, с ними кто-то говорит другой, либо об этом бизнесе, либо о подобном бизнесе, то есть в первую очередь приглашайте своих знакомых как можно быстрее, да, и вы должны четко понимать, что, смотрите, когда вы приглашаете людей в этот бизнес, будут вам встречаться три категории, да, это те люди, которые, ну, так скажем, заинтересуются сразу, да, поймут и пойдут за вами, да, которые дадут согласие, да, такой идеальный вариант, да, а вторая категория – те, кому нужно будет время подумать, все взвесить, то есть, ну, возможно, посоветовать, возможно, что-то почитать, не знаю, там, посмотреть, но бывает такая категория людей, которым вот реально нужно время, да, они не могут там понимать какие-то такие спонтанные быстрые решения, вот, но всегда будет и третья категория – это те, у кого самооценка, да, очень низкая, то есть это те люди, которые сами в большинстве случаев, ну, наверное, 99% в своей жизни тоже ничего не достигли, и они в большинстве случаев с других отговаривают, да, да, нафига тебе это надо, да, сиди, не дергайся, у тебя есть работа, живи, как все живут, там, что еще, да, тебя там обманут, да, да, здесь нет денег, ну, то есть, вот таких людей их очень много, да, да, просто важно понимать, что среди большой массы есть и первые две категории, просто как их найти? Перебирая, да, мы же с вами, да, вот, то есть, находимся здесь, вы же, вам же это интересно, ну, значит, есть и другие люди, которым еще просто не рассказали об этих возможностях, да, так что, вот, третью категорию, ну, лучше стараться ее, как-то, знаете, от себя обгородить, если такая категория людей есть среди вашего близкого окружения, ну, постарайтесь просто общаться меньше на первом этапе, да, когда вы не достигнете первого результата, потому что у вас будут результаты, они уже перестанут с вами общаться, да, вам не нужно будет там что-то доказывать. Следующий момент. Задайте вопрос своим знакомым, а может быть, даже незнакомым, ну, это в большей степени, наверное, мы сейчас речь ведем о разговоре с знакомыми людьми, да, скажи, пожалуйста, когда-нибудь ты думал, задумался о том, сколько ты сейчас, ну, сколько стоит один час твоей жизни, да, вот, в большинстве случаев люди об этом никогда не задумываются. Вот вы увидите на этом слайде элементарный просчет, как узнать, сколько стоит час жизни человека, потом ради интереса сами прочитайте свой, стоимость своего часа, да, и вот здесь просто один из примеров. 30 тысяч рублей, то есть, например, средняя заработная плата, да, в данном случае в просчете, 10 часов в день – это рабочий день. Почему 10? Ну, смотрите, вы прекрасно понимаете, что 8-часовых дней вы практически не осталось, да, а если там, где они остались, то у человека есть еще, ну, он тратит время на дорогу домой и на дорогу обратно. Это, и при этом, соответственно, да, как бы у него там тоже, где есть грубный город, то час тратится, туда-час обратно. Соответственно, это уходит в месяц 240 часов с учетом дороги, да, то есть, если мы с вами поделим, то получится один час 125 рублей. Возникает следующий вопрос, да, сколько твоих денег из этого, сколько твоих денег из этой суммы? Вот здесь мне, ну, я вот уже задавал вопрос, люди говорят, ну, как бы все мои, я же заработал, я говорю, ну, это что-то. Давай, говорю, посмотрим, да, на что ты тратишь эти деньги. И вот здесь, ну, мы все с вами, да, тратим какую-то часть денег, а кто-то тратит всю сумму на разные, то есть, на оплату квартиры, либо аренда, либо коммуналка, питание, связь, транспорт, у кого есть дети, то есть, разные секции, школу, садик, да, одежда, ухода с собой, кредиты, долговые обязательства. И в итоге, если все это почитать, у многих людей даже получается, что расходы больше, чем доходы, да. И возникает следующий вопрос, а чем вы за это все платите? Кто-то говорит, ну, деньгами, да, те деньги, которые я зарабатываю, я их плачу. Я говорю, ну, это тоже не совсем правильно, да, это тоже не совсем точно. Потому что, смотрите, ну, к примеру, если человек платит за квартиру, допустим, за аренду квартиры 10 тысяч рублей, да, и мы с вами возьмем, что один час его стоит 125 рублей, то что получается? 10 тысяч мы с вами делим на 125 рублей, получается, что 80 часов своей жизни, да, он отдает, ну, неизвестному человеку за то, что живет в его квартире. И так можно прочитать по любому пункту, да. К большому счету мы с вами расплачиваемся временем своей жизни. И чем дешевле оно стоит, ну, наверное, тем как-то более обидно, как Люба написала, да, жесть. И возникает опять же следующий вопрос, который можно задать любому человеку. Скажи, пожалуйста, вот тебя это устраивает, вот такая ситуация, когда от зарплаты до зарплаты, да, а если доход хороший, то знаешь, там, ну, большинство людей, то есть дома вообще там не находятся постоянно на работе. Чем больше платят, тем больше человек находится на работе, тем больше ответственности, тем больше какой-то с него спроса и так далее. Тебя, скажи, вообще в целом это устраивает? Не только финансовая сторона, а вообще в целом, да, нехватка времени, там, да, нагрузка какая-то, еще что-то. Если человек говорит да, я говорю, блин, ну, я, наверное, тогда тебе завидую, да, наверное, повезло, то есть, значит, человеку либо мало надо, ну, я не знаю, то есть, ну, это его выбор, да, как бы это его выбор. А если человек говорит нет, не устраивает, тогда следующий вопрос, скажи, пожалуйста, если я сейчас тебе расскажу, как можно увеличить свой доход, готов ли ты меня внимательно слушать? Вот здесь вот этот вот первоначальный диалог, да, для чего он нужен? Для того, чтобы как-то все-таки расположить, наверное, человека к себе, это первое, для того, чтобы все-таки как-то отнестись, чтобы человек отнесся к вашей информации более серьезно, да, а не просто там вот, да, я знаю, да, там, все фигня и так далее. Готов ли ты меня внимательно послушать? Если человек готов слушать, тогда, да, то есть, ну, идет уже какая-то презентация, идет диалог. И здесь, ну, как бы, я открыто говорю, да, то есть, я не знаю, предприниматель, да, мы работаем, сотрудничаем с компанией Алифэм, то есть, мы не работаем в компании, да, мы с ней сотрудничаем по определенным договорам, да, если, ну, если человек что-то знает, если есть какое-то мнение, есть какая-то ассоциация, ну, пускай он выговорится, пускай он там, вы можете мне уточнить сказать, скажи, пожалуйста, то есть, насколько ты знаком, скажи, как ты считаешь, как здесь можно деньги зарабатывать, за что компания платит деньги, какие есть возможности, то есть, дать человеку выговориться. Если человек говорит, ну, в большинстве случаев люди говорят не то, что вы им хотите рассказать, да, то здесь можно добавить, ну, знаешь, если бы я знал то же самое, то я, наверное, никогда бы не стал этим заниматься, серьезно. И на самом деле так оно и есть. Вот, к примеру, я в этот бизнес пришел, да, только на построение коренной лестницы, только на то, чтобы зарабатывать более крупные суммы денег и не работать по найму, жить более свободной жизнью. В нашей команде, да, 90% директоров это мужчины, либо семейная пара. Все они пришли для того, чтобы зарабатывать деньги, да, для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги. Что мы делаем? Ну, мы создаем директорские команды, да, а что такое директорская команда? Ну, это то есть команда с товарооборотом 300 тысяч рублей и более. Сколько в ней может быть людей? Не знаю, да, то есть это не главное. Это может быть и 50 человек, которые делают заказ на 6 тысяч рублей, это может быть и 100 человек, которые делают заказ на 3 тысячи рублей, это может быть и 300 человек, которые делают покупку всего лишь на тысячу, да. И вот видите, говорю, я говорю человеку, понимаешь, говорю, то есть разные действия, они приводят к разным результатам. И здесь я привожу пример. Я говорю, скажи, пожалуйста, буквально, я вчера тоже в регион ездил, я говорю, скажите, пожалуйста, ну, допустим, вот когда, если человек говорит, что это не серьезно, говорю, хорошо, давай, говорю, возьмем с тобой на примере, Ну, какой-нибудь крупный организации. Скажи, пожалуйста, для тебя какая крупная организация, государственная организация, является серьезной? Например, там, Волгу, Трансгаз, да, там, или Газпром, там, то, что у нас там еще есть, Бирбанк, ну, не знаю, не суть важная. Скажи, пожалуйста, допустим, в Газпроме есть директор какого-либо филиала, там, какого-то подразделения, да, есть. Скажи, пожалуйста, в этом подразделении есть охранник, уборщица, ну, такой, то есть низкий звень, есть. Я говорю, скажи, они в одной и той же фирме работают, в одной и той же компании работают, да, в одной и той же. Скажи, пожалуйста, они разные действия делают или одинаково? Разные. А зарплата у них одинакова или разная? Разная. Почему? Ну, а потому что, да, то есть разные действия, разная ответственность, понимаете, то есть, например, охранять что-то, либо мыть полы, сможет сделать любой человек. Просто не всем это захочется делать, но это сможет любой человек из нас, да, и вы, и я, и так далее. Именно по этой причине это не слишком высокая оплата труда, а вот уже управлять чем-либо, управлять фирмой, управлять заводом, управлять городом, управлять страной, уже не каждый человек это может сделать. Именно по этой причине и доходность высокая. Разные действия приводят к разным результатам. И именно если мы говорим про наш бизнес, то серьезные доходы в этом бизнесе именно за развитие команд, директорских команд. Не просто за привлечение людей. Привлечение людей, знаете, когда там в 90-х годах так было, люди людей приглашают, в итоге один человек зарабатывает, а все остальные там ни о чем. И дальше я с человеком говорю, понимаешь, есть четкая система, как правильно это делать, система обучения, сопровождения. Этому ты будешь учиться в процессе, это невозможно объяснить на первой встрече, невозможно объяснить за 5 минут. Все это по ходу дела. Я объясняю, что есть ютуб-каналы, вебинарные комнаты, чаты и все остальное. Далее, как у нас идет дело с ордайвером, посмотрим, что ты получишь за построение команд, какие выгоды и преимущества будут у тебя, когда ты начнешь именно заниматься построением команд. И вот здесь вот, то есть, ну это можно показывать на слабых, это можно рисовать вживую на блокноте, да. Важно, чтобы вы в первую очередь это понимали и вы в первую очередь это знали. Если кто-то из вас там не знает план успеха, да, и не знает карьерную лестницу, значит, нужно выучить вот эти вот следующие два слайда, которые я буду вам показывать. Да, потому что я вижу, что многие люди говорят, я хочу, я хочу быть там, ну, к примеру, золотым директором, я хочу зарабатывать, я знаю, там, 100 тысяч рублей. А что для этого нужно делать? Человек понятия не имеет, да. А какие выгоды и преимущества золотого директора? Он понятия не имеет. А если мы говорим дальше, там, сапфиры, бриллианты, старшие бриллианты, важные бриллианты, многие даже не знают последовательности названия этих ступеней. А уж не то, чтобы, какие преимущества, доходы и какое количество команд необходимы. Да, вот очень важно вот это знать, то есть, первая команда, значит, старший директор, да, доходный стать, порядка 50 месяцев, полторы тысячи долларов, банкет, автопрограмма, да, две команды, золотой директор, да, то есть, уже премии повышают эти тысячи долларов, банкеты, автопрограммы тоже, отпуск за границей оплачиваемых в лучших странах мира, и вы знаете это, да, то есть, это сейчас не требует доказательств. В этом году это был круиз на двух лайнер по Средиземному морю, три страны на 6 тысяч человек, в следующем году это будет Мадрид, Испания, то есть, каждый год разные страны мира, три команды, опять повышение дохода и так далее, просто я сейчас даже не буду это перечислять, ну, дабы не терять на это время, то есть, просто эти вещи, их нужно знать, да, и самое интересное, что вот на уровне бриллиантового директора, хотя вроде бы для кого-то это кажется высоким званием, я бы пометил, это всего лишь одна треть, это только одна треть пути, да, а впереди еще более высокие привилегии, да, то есть, здесь есть те доходности, которые, ну, практически, ну, я не знаю, то есть, где можно зарабатывать, если у вас там нету каких-то связей, блата, если у вас нету там, да, каких-то миллионов, то, наверное, в обычной жизни это очень сложно сделать. Следующий момент, да, если мы говорим с вами про построение команд, смотрите, как мы всегда говорим, основная задача это 6, это побостроить 6 команд, да, то есть, в течение какого-то времени, у кого-то на это уходит 2, 3, 4 года, не суть важна, у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше, но это такой минимум, наверное, чтобы все-таки жить свободно, жить качественно, жить комфортно. Но эти 6 команд, они начинаются с первых 3, да, потому что невозможно сразу 6 вести, невозможно сразу 6 строить. Нужны навыки, нужны знания, нужны какие-то качества и все остальное, да, то есть, которые мы с вами будем вырабатывать, отрабатывать, нарабатывать как угодно, да, то есть, и сначала идет запуск первых 3 команд, Что такое первые три команды? Вы просто-напросто берете, первые 5-10 человек регистрируется в первую команду друг по другу, многие из вас это уже знают, потом следующие 5-10 человек во вторую команду, следующие 5-10 человек в третью команду. То есть вы просто запускаете третью команду, не означает, что они после 5-10 регистраций будут самостоятельными, я не хотел бы, чтобы вы меня сейчас неправильно поняли. 5-10 регистраций для того, чтобы запустить, для того, чтобы прошел процесс. Задача, одна единственная, ваша задача в каждой команде найти первых двух ключевых партнеров, то есть не в итоге двух, а именно первых двух, для того, чтобы команду уже начинали вести какой-то самостоятельный рост, то есть они были живыми. Кто такие ключевые партнеры? Это те люди, которые делают три основных действия. Мы вообще в принципе все с вами делаем одни и те же действия. Мы приглашаем людей в этот бизнес, мы делаем личный товароброд в 6000 рублей, и мы обучаемся и обучаем. Для чего нужно делать личный товароброд в 6000 рублей? Ну это просто условия от компании. Это есть, и с этим спорю, не спорю, но это есть. Да, и эта сумма, она не из воздуха взята. То есть есть статистика, есть средние цифры, то есть, да, что в среднем примерно семья, которая более-менее состоятельна, не богатая, а так скажем, средний класс, да, в среднем вместе тратит 6000 рублей на товар поседневного спроса. Если у человека нет этих 6000 рублей, ну значит, есть смысл задуматься. Значит, твои доходы, ну, не являются доходами среднего класса, да, значит, нам нужно увеличивать доходы. То есть вариантов очень много как это делать, да, но это не тема сегодняшнего разговора. Для чего нужно обучаться? Ну, смотрите, в любом деле выиграют только профессионалы. Нет ни одного успешного человека в той или иной области, если бы он нас не знал, если бы он не изучал. Да, если мы говорим работу по найму, нужно быть профессионалом, в спорте нужно быть профессионалом, в традиционном бизнесе нужно быть профессионалом, в любом направлении нужно быть профессионалом, чтобы зарабатывать денег. Для чего обучать людей? У нас с вами бизнес построен по такому принципу, по принципу публицирования. То есть, если я хочу зарабатывать все больше, 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 я, соответственно, должен научить своих людей, научить свою ключевую команду зарабатывать те же самые деньги, должен передать все свои знания, навыки, опыт, практику и так далее. Только в этом случае товары оборота будут расти, только в этом случае выиграют каждая. Если мы с вами берем традиционный бизнес, там эти правила не работают. Там самое главное, я разобрался, я понял и никому ни в коем случае не расскажу об этом. И не дай бог, если кто-нибудь узнает, как я этого добился, да, и будет делать то же самое. Вот там работают правила один в поле воин. Да, у нас же здесь это командный бизнес, и мы здесь работаем командой, и здесь мы делимся, да, делимся своими знаниями, навыками. И только это приводит к высокому успеху. Почему, да, важна скорость на старте? Вы прекрасно понимаете, многие из вас смотрели разные вебинары, многие из вас, так скажем, знакомы с разными людьми, то есть, да, и ваши знакомые будут в том случае реагировать на ваши профессионалы, предложения, когда вы быстро стартовали. Ну, согласитесь, к примеру, если вы целый год в этом бизнесе практически там раз от раза что-то делаете, у вас результатов существенных нету, и вы постоянно своим знакомым говорите, да, давай, давай сюда, то есть, здесь есть деньги, у тебя все получится, я тебя приглашаю в бизнес и так далее. Ну, согласитесь, то есть, реакция будет совершенно другой. Нежели если вы, к примеру, серьезно подошли к этому делу, в первые три недели запустили три ветки, да, начали с ними прорабатывать, и уже у вас за первый каталог, за первые два каталога есть результаты, есть начисления, есть первые выплаты, вам есть что показать. А когда человек видит, что кто-то сделал быстрый старт, он понимает, что это возможно, он понимает, что он тоже так сможет, да, и у него появляется желание именно так сделать. То есть, никто не хочет долго расти, все хотят быстро, все хотят быстрых результатов, все хотят быстрых доходов и так далее. Следующий момент, то есть, да, когда вы запустили три команды, вы начинаете первый этап, то есть, первый этап вашей работы, это каждую из этих команд вывести на товар в год в тысячу баллов. Ну, тысячу баллов, мы, так скажем, поставили идеальный вариант, да, вы понимаете, что прям ровно-ровно не будет, кто-то может сделать 900 баллов, какая-то команда, какая-то 1200, но задача вывести все три команды на товар в год в тысячу баллов. Да, а что в итоге, если мы с вами говорим о просчетах, потому что какова цена вопроса, вот все тоже спрашивают, да, на сколько я получу, если я сделаю вот это, вот это, сколько я буду зарабатывать. В данном случае мы сейчас с вами сделаем просчеты, если те из вас, кто в этом не разбирается, да, вы можете сейчас это все легко понять. То есть, смотрите, когда у вас есть три команды с товарооборотом тысячу баллов в каждой, давайте все суммируем, ваш групповой товар будет 3150 баллов вместе с вашими, да. Каждая из ваших команд находится на уровне 9% премиальных, если вы знаете таблицу, если не знаете, я вам советую ее выучить, да, какой процент от какого товарооборота выплачивается. Ну, соответственно, вы получаете максимально 15% товарооборота, и компания вам выплачивает разницу, 6% товарооборота каждой из команд. И вы видите с правой стороны подсчета, то есть, что вы при этом получаете? Во-первых, наши доходы, ну, ежекаталожные доходы, они состоят из нескольких частей, да, например, у меня там состоит, по-моему, из 5-6 частей, да, у кого-то чуть меньше. В данном случае, то есть, смотрите, первое источник дохода – это личный товарооборот, да, то есть, нам компания за наш личный товарооборот за 150 баллов выплачивает деньги, еще плюс мы скидки получаем. Как это почитать? Курс балла приблизительно равен 40 рублей, где-то чуть меньше, где-то чуть больше, ну, то есть, округлительность – это 40 рублей. Да, мы с вами 150 баллов умножаем на курс балла по 40 рублей и умножаем на 15%. Получается, что 900 рублей вам компания выплачивает за личную покупку. Второй момент, то есть, это 6% товарооборота каждой команды, да, 1000 баллов умножается на 40, умножаем на 6%, получается 2400. 2400 рублей вам компания готова выплатить за то, что у вас есть одна команда с товарооборотом 1000 баллов, а таких у вас 3, умножаем на 3 команды, плюс ваши 900, получается 8100 рублей в каталог. Это в 3 недели, но так как бы что людей привыкли, ну, пока еще жить месяцами, да, и считать месяцами, то легко это сделать в месяц, перевести. Да, 8100 умножаем на 17 каталогов в году, перевести на 12 месяцев, получается 11500 рублей. Для начала это уже неплохие деньги, да, потому что, ну, объем работы не слишком большой. Да, этот объем работы можно сделать за 3 каталога, это можно сделать чуть быстрее, это можно сделать чуть медленнее, то есть, у всех по-разному получается. Ну, я говорю, в целом, да, вот как мы с вами вначале были, говорили, да, запустить первые 3 команды за первый каталог, ну, соответственно, за последующие каталоги, это вот как раз за 3 каталога вывести их на 1000 баллов. Второй этап. Помните, да, дублицирование. На втором этапе нужно просто помочь каждой из этих команд выстроить, запустить первые свои 3 команды. И сделать так, чтобы каждый из них, ну, также вышел на 15%, ну, то есть, в принципе, дублицирование. При этом каждый из ваших ключевых партнеров будет зарабатывать 11,5 тысяч рублей, да, вы в данном случае будете зарабатывать больше, да, то есть, вы видите, идет пересчет, да, у вас уже 9700 баллов суммарно, потому что каждая из трех команд делает по 3150 баллов. Вы выходите на уровень 22%, открываете звание директора, да, вы с личного товара получаете уже не 900 баллов, а 2200 рублей, и если мы с вами почитаем от каждой команды по 8820 рублей, за то, что у вас есть каждая команда. Их три, соответственно, 28660, ну, и в календарный месяц 40601 рубль. Ну, конечно, то есть, да, там, ну, может быть, погрешности будут плюс-минус сколько-то рублей, но в целом это 40 тысяч, а это уже существенные деньги. При этом вы еще открываете звание директора и по завершению квалификации получаете премию 1000 долларов по курсу Центробанка, да, приглашение на банки директоров на две персоны и участвуете в автомобильной программе, можете приобрести автомобиль стоимостью до 700 тысяч рублей. Компания вам будет помогать его оплачивать, то есть, финансировать покупку этого автомобиля. И третий этап, да, вот он очень важный, потому что мало того, что вы начинаете зарабатывать, важно довести дело до конца. Важно, чтобы ваши ключевые партнеры зарабатывали деньги, не просто что-то делали, а именно зарабатывали. Когда кто-то думает только о себе, я говорю, грош цена всем этим действиям, грош цена по большому счету этому человеку. Да, потому что, еще раз повторюсь, наш бизнес это не бизнес таких, ну там, знаете, героев в поле, да, то есть, это бизнес командный. В первую очередь, когда мы думаем о том, чтобы наша команда зарабатывала деньги, тем самым вы будете зарабатываться автоматом. И ваша главная задача, да, помочь каждому из этих людей выйти на уровень директора, выйти на переначальный уровень дохода 40 тысяч рублей и более. Тогда, как мы уже говорили с вами, да, то есть, когда ваши команды начинают подрастать, вы получаете новые звания, то есть, за одну команду это вы получаете звание старшего директора премии, полторы тысячи долларов, банкет, поездка за границу, да, на уровне, ну, поездки для менеджерских званий. Когда у вас две команды, это золотой директор, премия 2 тысячи долларов, банкет, поездка за границу, это уже более серьезная страна, которую он предиктовывал, да, плюс здесь доходность ежемесячная, уже порядка будет 60-70 тысяч рублей. Когда у вас появляется третья команда, это уже доход порядка 990 тысяч рублей в месяц, премия 3 тысячи долларов, банкет на двоих, поездка за границу, то есть, ежегодно это все полностью будет. И вот, когда у вас уже эти команды самостоятельные, да, в это время вы запускаете следующие три команды, да, как я уже говорил, в этом бизнесе выигрывают позиции, только выиграл-выиграл. И вы начинаете развивать уже последующие команды. Для чего нужны 6 команд? То есть, смотрите, 6 команд дают возможность выйти на тот уровень дохода и на тот стиль жизни, когда вы будете, ну, можно сказать, свободными, да, Во-первых, свободными от начальника и будильника, свободными от каких-то бытовых проблем, да, связанных там с денежными суммами, свободные в плане времени общения, стиле жизни. Вы не будете прикованы, привязаны к какому-то региону, к какому-то городу, да, потому что доходность у вас будет порядка 250 тысяч рублей в месяц и более. Вы только на временном премии можете получить 17,5 тысяч долларов, которые каждый из вас найдет на что потратить. Здесь уже 2 раза в год компания оплачивает поездки за границу. Здесь уже автомобиль, автомобильные программы идет более высокого уровня, да, то есть вы получаете машины премиум-класса, Volvo, BMW, Audi, Mercedes, Infiniti, Lexus и компания стоимость автомобиля, ну, то есть выше 2 миллионов оплачивает. Вот это, то есть то, к чему, ну, непосредственно, я считаю, что нужно минимум стремиться. Дальше, следующие 2 команды дают вам новое звание, следующие 2 команды дают вам новое звание, новые доходы, но это нужно уже самостоятельно изучить. Да, по поводу знакомых, да, приглашение знакомых. Вот вы видите, да, то есть, где мы их берем? Во-первых, это список имен, это новые знакомые, это знакомые знакомые, да, здесь есть определенные такие алгоритмы, то есть при разговоре, установлении контакта, да, если давно не виделись, можно о чем-то поговорить, можно за жизнь поговорить, появление потребностей. То есть, все это многие из вас уже читали в каких-то книгах, если не читали, обязательно изучите, то есть, как правильно вести диалоги. Прочитайте книгу Бухтиярова «Система мотивационного рекрутирования», шикарная книга, в которой он показывает, как вообще вести любые диалоги, любую тему, с разными людьми в разных возрастах, разного пола. Да, а дальше уже, то есть, после выявления потребностей, это презентация, презентация бизнеса, показать, как человек с помощью вашего предложения, с помощью ваших возможностей может улучшить качество своей жизни. Не как вы ему еще дополнительную какую-то там проблему накинете, а как раз вы должны показать выход, да, чтобы он увидел выход из ситуации. Да, то есть, ну и понятно, что однозначно будут какие-то вопросы, да, будут какие-то возражения, какие-то сомнения, то есть, на это тоже есть работа, да, и вы должны владеть такими знаниями. И опять же, я могу вам тоже рекомендовать литературу того же самого автора, Александра Бухтияров, это работа с возражением, очень хорошая литература. Да вообще, в принципе, все, что касается с диалогами, нужно просто изучать. И завершение сделки. Завершение сделки, это тут два варианта, да, либо регистрация, и человек становится вашим партнером в команде, либо, соответственно, если человек говорит, там, я подумаю, и не сегодня, да, не готов он сегодня, значит, да, делаем, оставляем его пока клиентам, да, и он вам помогает делать личный товар-оборот. Если мы говорим о холодном рынке, слушайте, классный слайд получился, да, да, то есть, ну, это приглашение в соцсетях, кстати, обратите внимание, да, это не главное, видите, с кем он мелким шрифтом переигрался. Вот, то есть, приглашение в соцсетях, это, опять же, нужно хороший контент, это нужно вести порядок на своей страничке, да, то есть, это определенные посты, то есть, да, чтобы люди обратили внимание на вас, да, не просто так, без спама, без еще чего-то, а нужно просто начать меняться, нужно начать вести другую, по-другому страницу, нужно меняться самому, и меняться и внешне, и внутренне, тогда люди будут в виде вашей изменения обращать внимание. А когда, к примеру, у человека на странице бардак полный, да, вот, когда ко мне там люди добавляются, друзья, я даже их не добавляю, когда у них там на страницах, не пойми, что, то есть, там и пьянки, и гулянки, и ужас, короче, полный, да, там и репосты, и рекламы, и что там только нету. Да, ни одной нормальной фотографии, вопрос, а зачем мне такой человек, друзья, вопрос, ну, если у него на сегодняшний день такие ценности в жизни, а что, зачем он мне здесь нужен, о чем я с ним здесь буду говорить, да, то есть, и, наверное, так же и думают другие люди, глядя на ваши страницы, то есть, все зависит от того, какой у вас личный бренд, так что обратите на это тоже очень пристаем внимание, но на это есть отдельный вебинар, сейчас тоже не буду на этом останавливаться. Следующий момент, то есть, смотрите, вот, когда вы строите команду, да, у многих из вас они уже есть, вы прекрасно должны понимать, что в сетевом бизнесе, если мы говорим про наш бизнес, да, внутри вашей структуры будет 4 категории людей. Да, это те люди, ну, тусовщики, так скажем, да, которым, ну, вообще нравится просто здесь, вот им нравится движуха, то есть, да, там приходят на разные мероприятия, корпоративы, то есть, там, в офисе, то есть, они впереди планеты все общительные, интересные, ну, точно, тусовщики, да, просто они меняют, как бы, с помощью нашего бизнеса, да, то есть, человек находит новое окружение, находит новых друзей и так далее. Есть такая категория людей, то есть, это любители, это те люди, которые делают покупки для себя, покупки для близких знакомых, да, им может быть причиной, пока не интересен этот бизнес, либо они не готовы, либо у них есть любимая работа, их все устраивает и так далее. Да, и есть третья категория, ну, сокращенно это БД, что такое БД, это имитация бурной деятельности, да, запомните это сокращение, имитация бурной деятельности. Вот есть такие имитаторы бурной деятельности, это те люди, которые делают все, кроме рекрутинга, кроме построения команд, кроме взятия ответственности на себя, кроме каких-то важных вещей, да, то есть, они могут быть, ну, могут во многом помогать внутри команды, да, но они пока на сегодняшний день не готовы серьезно относиться к этому бизнесу именно в построении. И есть четвертая категория людей, это те люди, которые стремятся, да, к профессионализму, которые хотят стать профессионалами, которые все приоритеты и фокусы выставляют на построении команд и делают все для того, чтобы их доходы росли и росли доходы в их организации. Так что, я просто почему вот это вот выделяю вам, да, просто очень часто бывает так, что спонсор, так скажем, да, или менеджер такой новоспеченный людей в своей команде называет, ну, как бы не теми именами, что ли, да, или, да, или, к примеру, на них какие-то ставки ставить, да, или планы, или, к примеру, вот, допустим, любитель или тусовщик ему пообещал, да, я хочу, да, я буду, да, там я горы сверну, да, и выстоящий менеджер, то есть, да, от него ждет каких-то результатов, то есть, ожидания какие-то такие, и потом происходит такой самообман, да, то есть, и тот человек не готов ничего делать, и этот время протерял, на него надеясь, так что нужно четко понимать, если человек пока не готов вести серьезный бизнес, ну, значит, ну, значит, не надо, то есть, на него какие-то стаки ставить, да, и не за это не означает, что, то есть, ну, вы там с ним вообще общаться не будете, нет, просто это на данный момент, это не ключевой партнер, это не тот человек, с которым вы будете открывать новое звание, с которым вы будете серьезно планировать бизнес, с которым вы будете организовывать какие-то мероприятия, вот почему я затронул именно эту тему. Следующий очень важный момент, да, на нашем вебинаре, то есть, смотрите, вот есть такое очень хорошее равенство, доход равен вашему уровню ответственности, доход равен вашему уровню ответственности, что это такое, Как это понимать? К каждому из вас, наверное, в первую очередь вопрос. Вы можете написать в чате, вы можете сами себе ответить, это не суть важна. На какой доход вы сейчас заточены? Какая первая сумма, которую вы хотели бы здесь начать зарабатывать? Я сейчас не говорю про то, что я хочу миллион долларов. Понятно, что это цена вопроса ни одного месяца, ни одного года. Если человек говорит, что хочет миллион рублей получать, но при этом сам смеется, улыбается, значит, в эту сумму он не верит. Значит, смысл эти вещи называть, смысл эту пыль в глаза кидать другим людям. У каждого человека есть своя реальная сумма, в которую он верит, которая его греет, которую он хотел бы начать зарабатывать, которая в корне изменит качество его жизни, стиль его жизни. Для кого-то это 50 тысяч рублей, для кого-то это 100 тысяч рублей, для кого-то это 150 тысяч рублей. То есть, у каждого есть своя сумма. Это очень важный вопрос, на какой доход вы сейчас заточены? А следующий момент, когда мне человек говорит, я хочу зарабатывать 100 тысяч рублей в этом бизнесе. Я говорю, хорошо, тогда скажи, пожалуйста, уровень ответственности у тебя на сегодняшний день какой? На эти 100 тысяч или меньше? Что ты на себя сегодня взял? За что ты отвечаешь в этом бизнесе? Что лично ты делаешь? А не делишь ли ты ответственность со своим спонсором? А не пытаешь ли ты где-то срезать углы? А не пытаешь ли ты где-нибудь что-нибудь недоделывать? Просто какой уровень ответственности? Очень часто мы видим, что человек, очень часто, самое интересное, человек, к примеру, кроме того, что делает 150 баллов, кроме того, что иногда выходит на вебинары, кроме того, что иногда приходят на какие-то мероприятия, больше ничего не делает. Но при этом в разговорах, в планировании он хочет зарабатывать 100 тысяч. Но уровень ответственности у него на 5 тысяч максимум. То есть, поймите, кроме того, с чем вам сравним? Давайте мы с вами сравним, если я там со спортом. Если человек хочет стать олимпийским чемпионом, если он, у него позиция такая, да, я стану олимпийским чемпионом, я пойду к олимпийскому золоту, я во что бы то ни стану, во что бы то ни стало, буду тренироваться. Скажите, пожалуйста, на первых тренировках, первый год, первые два, первые три, у него что уровень ответственности к тренировкам? Такое, знаете, халявное, хочу-хожу, хочу-не хожу, то хочет, то не хочет, то делаю, то не делаю. Или он с первых дней берет уровень ответственности как олимпийский чемпион, или он с первых дней, дети с малого возраста, да, десятками лет тренируются, чтобы стать чемпионами. С первых дней уровень ответственности максимальный, да, на золотую медаль. Если мы говорим о традиционном бизнесе, когда человек открывает традиционный бизнес, когда он берет кредиты, займы, да, или серьезные инвестиции, что у него уровень ответственности к своему делу на ту сумму, которую он сегодня зарабатывает? Нет, потому что сегодня он ничего не зарабатывает, сегодня он, наоборот, только вложил. Но у него уже с первых дней уровень ответственности на те суммы, к которым он хочет прийти, да, он уже пашет и работает так, как будто бы он сегодня уже зарабатывает полмиллиона, миллиона рублей в месяц, да, то есть вот вы должны четко понимать, что сначала вы вкладываете в себя свое время, в свое упорство, в свою устремленность и так далее, и только потом вы зарабатываете, ну, те деньги, которые вы хотите. Если это все делать наоборот, с позиции, ну, вот когда я буду зарабатывать, тогда я буду, знаете, там, на вебинары все посещать, вебинары вести, планерки проводить, созвоны делать, да, там, то есть самостоятельность будут проявлять, но тогда этого никогда не будет. Ни доходов, ни званий, ни поездок за границу, ничего этого не будет. Постарайтесь вот отнестись вот к этому равенству очень серьезно. Доход, он 100% равен вашему уровню ответственности. Если человек сегодня зарабатывает 15 тысяч рублей в нашем бизнесе, ну, скорее всего, он на эти 15 тысяч рублей и взял на себя действия и ответственности, когда возьмет на себя больше, тогда доходы его будут догонять. И ни в коем случае не наоборот. И очень важный момент, да, что все мы с вами по-разному начинали. У кого-то быстрый старт, у кого-то медленный старт, у кого-то получалось, у кого-то не получалось, да, никто из нас не может изменить свой старт. То есть мы прошлое с вами не изменим, но каждый из нас может сегодня начать делать по-другому. Да, сегодня что-то поменять в своей голове, сегодня сам самим с собой договориться, сказать, то есть все, хватит, да, нужно что-то делать. Сегодня завершить 2016 год в чем-то победителем. Не просто спустить там последнюю неделю, не знаю, там, к коту подход, а все-таки постараться сделать по максимуму, да, и войти в Новый год с новыми какими-то достижениями, с новыми знаниями, с новыми пониманиями, с новыми планами, с новыми целями. То есть важно это сделать сегодня. Тогда вы сможете изменить свое будущее, да, то есть в следующий год. Вот это очень важно понимать. Следующий момент, о котором мы хотели с вами сегодня поговорить. У нас с вами 2018 год начнется с очень ярких событий, очень ярких, важных бизнес-событий. Да, уже буквально через две недели, 5 января, у нас будет бизнес-форум, глобальный бизнес-форум. И почему я об этом говорю сейчас, независимо от того, что вы находитесь в разных городах, да, живете, потому что на этот бизнес-форум люди будут съезжать отовсюду. Будут люди, которые проделывают тысячу километров, полторы тысячи километров пути, да, будут люди, которые проделывают путь в 300, в 400, в 500 километров, в 100 километров. Ну, я всегда говорю, будут люди, которые даже одну остановку не проедут, да, и будут дома спать вместо того, чтобы идти на этот бизнес-форум. То есть неважно, где вы живете, отнеситесь к этому серьезно. 5 января в городе Чебоксар будет целый день, то есть целый день в окружении успешных людей. Ограниченное количество людей – 300 предпринимателей, 300 успешных предпринимателей разного ранга, разных директоров, да, с разными доходами. На сцене с вами будут делиться известные яркие лидеры, такие как Надежда Санникова. Это новый бриллиантовый директор России, но при этом мало того, что она бриллиантовый директор, она ведет одновременно 17 групп, одновременно, да, 17 команд. Ее доходность на сегодняшний день составляет порядка 30-400 тысяч рублей в месяц. То есть согласитесь, если человек зарабатывает деньги, у него есть чему поучиться, ему есть что вам сказать. Да, когда кто-то не может справиться с командой в 10 человек, а у нее 17 команд, то есть, да, уже тысячи людей в ее командах находятся. Следующие спикеры – это наши высшестоящие наставники Эдуард Наталья Васильева. Ну, это топ-4 России, да, они входят в топ-4 страны и в топ-50 мира компания Reflame. То есть те люди, которых доходность уже составляет порядка миллиона рублей в месяц, да, те люди, которые уже вырастили больше сотни директоров, да, тысячи, наверное, менеджеров. То есть те люди, которым нужно каждое слово слушать внимательно и прислушиваться к каждому слову. Так что всегда есть возможность, всегда можно успеть попасть на этот бизнес-форум, поговорить со своими директорами, высшестоящими наставниками об этом мероприятии. Ну, и для тех, кто живет там в радиусе 100, 50, 200 километров, ну, кто-то может быть и дальше, да, потому что мы знаем, что к нам в Арзамас 8 января приедут люди из Москвы, это за 600 километров, из Чебоксара, это за 30 километров. У нас будет очень интересный бьюти-день, это мероприятие для, в первую очередь, наверное, для девушек, для женщин, красивое, такое, знаете, такое светское мероприятие будет, оно будет проходить в самом дорогом ресторане нашего города, кто из, ну, уже был, они знают, это красивый ресторан, очень яркий, дорогой ресторан. Что будет на этом мероприятии, да, то есть будут выступать советы косметолога, визажисты, да, то есть люди, которые профессионально уже занимаются развитием личного бренда в соцсетях. У нас будет с вами фуршет, шампанское, наемные видеографы, фотографы, фотосессии, ну, то есть масса вообще, масса подарков, масса положительных эмоций, интересных информаций, общения, знаний. Так же, друзья, добро пожаловать к нам, к гостям, да, на этом мероприятии. И следующий момент, очень важный, на окончании последних наших с вами 10 минут. То есть, смотрите, вот, чтобы все это было, о чем мы с вами сегодня говорим, да, да и не только сегодня говорим, вообще всегда на разных презентациях, на вебинарах, да, при постановке целей, да, чтобы, то есть, была доходность, были машины, поездки за границу, премии. Вот для этого нужно ввести привычку планирования, да, сейчас мы с вами заканчиваем 2017 год. Очень важно подвести итоги. Я, ну, вы, наверное, уже, ну, многие, да, ваши наставники, директора это уже делают, и делают не первый год, мы просто сегодня поделимся, как мы это делаем, да. У нас тоже есть вот такой дорогой, красивый, да, там, с золотыми страничками кожаной ежедневник, в котором мы уже, начиная с 2015 года, каждый год мы подводим итоги уходящего года, да, мы прописываем в нем, что мы достигли в этом году, и мы прописываем по разным направлениям, то есть, мы, к примеру, прописываем, что мы достигли в личном, ну, так скажем, в каком-то, в личной жизни, да, то есть, какие-то, может быть, покупки, достижения, да, мы обязательно прописываем, к примеру, достижения по бизнесу, да, вот здесь, ну, наверное, чуть-чуть будет видно, то есть, достижения за 2016 год, там, о закрытии новых директоров, да, там, люди получили, к примеру, машины. Мы здесь прописываем наше мероприятие, да, которое мы, блин, никак не попаду, которое мы планируем, планируем с командой, вот, наверное, ну, просто плохо видно, да, то есть, мы здесь прописываем, не попаду, которое мы планируем, планируем с командой. Вот, наверное, просто плохо видно, да, то есть мы здесь прописываем, что нам необходимо сделать, да, чему нам необходимо научиться, чтобы повысить свою результативность, свои доходы. Мы здесь прописываем цели на 2018 год, ну, как бы сейчас будем прописывать, например, да, вот здесь вы можете увидеть наши цели на 2017 год, их много, да, потому что они на каждой странице, есть цели по бизнесу, есть цели личные, да, есть цели у Юли, есть цели у меня, то есть мы это все полностью прописываем. Ну, да, вы, кто с нами знаком, да, в любое время можете посмотреть, то есть очень важно подвести итоги. Последние недели осталось, за неделю можно это сделать, подвести итоги 2017 года, распланировать, да, прописать порядка 100 целей. Стоит немного, если сесть и выделить на это там денек, то можно прописать. Цели могут быть разные, и большие, и маленькие, и личные достижения, и покупки, и в бизнесе, и в команде, очень много. Главное помнить об одной форме, да, быть, делать, иметь. То есть, чтобы иметь то, чего вы никогда не имели, вы должны сначала кем-то стать, вы сначала должны быть кем-то, да, вы сначала должны принять решение внутри себя, что да, я это делаю, да, я этим стану, да, я это все буду иметь, да, то есть, когда сначала человек принимает решение, потом он делает определенное количество действий, и только потом он умеет, то есть, потом он получает все вот эти вот достижения, звания, поездки, все остальное. Никто сюда не пришел по блату, никто никого не поставил здесь на уровень звания бриллиантового директора, никто никому не дал здесь готовые команды дохода, чеки, премии, никто этого не получил просто так. Каждый из нас к этому шел. Просто очень многие люди со сцен, с ютуб-каналов, с каких-то красивых фоток, постов в инстаграме, вконтакте и так далее, смотрят на успешных людей с позиции, как на готовый результат. Ну правильно, у них же это, ну правильно, они же уже там были, они же здесь, они же уже, у них команды большие, то есть, да, но почему-то мало кто задумывается о том, а как эти люди к этому шли. Мало кто пытается понять, да, что все это сделано не одним днем, что все это спровождалось определенными трудностями и победами, и поражениями, да, и получалось, и не получалось, и были взлеты, были падения, что это целый, ну как бы, целый этап жизни, который каждый человек проходит. Это происходит и в традиционном бизнесе, это происходит и в спорте, да, и в том числе и в нашем бизнесе. То есть важно понимать, вы делаете месть, сначала вы кем-то становитесь, становитесь за счет того, что вы меняете окружение, за счет того, что вы начинаете читать литературу, правильную литературу, да, не только по бизнесу, а литературу по личностному росту, литературу по успеху, то есть, да, по коммуникациям, по общению с людьми, разную литературу, бизнес-литературу, финансовую литературу, да, и только потом вы делаете правильные действия, правильные поступки, корректируете их и так далее. Обязательно пропишите в своих планах, это не только какие-то, ну, материальные вещи, да, которые вы хотели бы получить. Пропишите в своих планах тот список личных качеств и навыков, которые вы будете в себе вырабатывать, отрабатывать, да, нарабатывать в 2018 году. Что вы будете делать по отношению к самому себе, каким вы станете в декабре 2018 года, каким вы станете человеком, какой вы станете личностью, о чем вы будете думать, как вы будете относиться к трудным ситуациям, как вы будете относиться к людям, как вы будете относиться вообще в целом к жизни. Вот что очень важно, да, как вы себя прокачаете в 2018 году. Составьте, пожалуйста, ближайшее время, то есть детальный план на первый квартал, на первые четыре каталога, потому что это будет очень важный каталог, это январь, февраль, да, март, то есть как раз праздники будут, когда люди будут делать звания, да, то есть будет бурный рост. Просто это можно все мимо пройти, а можно это распланировать и сделать результаты, сделать звания. Да, и детальный план, это вот не только, как вот мой пример, я вижу, что некоторые делают ошибку, детальный план прописывают там только по баллам, да, то есть, например, в таком каталоге я хочу, чтобы у меня было столько-то баллов, и все. Я говорю, понимаешь, баллы, они ниоткуда просто так не берутся. Да, важны детали, то есть детали во всем, в рекрутинге, в количестве встреч, в ежедневных действиях, в личном товарообороте, какое количество презентаций, вебинаров, планерок, скайпов, пятиминуток. Вот чем четче будет план, да, тем, ну, будут лучше действия, результаты, да, тем понятнее будет, вы будете прекрасно понимать, что нужно делать, когда нужно делать и сколько нужно делать. Да, и вы видите очень хорошую картинку наверху, да, и не всегда помните о ней, что вот когда-нибудь потом, да, это, да, из-за самых таких опаснейших болезней, это, наверное, такая незаметная болота, которое рано или поздно затягивает, которое рано или поздно хоронит все мечты, желания, цели людей, да, и я вижу, как многие люди уже в возрасте 30 лет ни к чему этой жизни не стремятся, как уже в возрасте 30 лет они идут просто, знаете, там, плывут по течению, куда ветер падал, туда и понесло, какую зарплату выдали, такую и получил, то есть, да, и люди уже пытаются привыкнуть под те условия жизни, которые у них есть, они не пытаются их менять, они просто пытаются мириться, даже не пытаются, они мирятся, да, с тем, что у них есть, и они начинают уже себя оправдываться, они начинают искать в иногатах, но страшно смотреть на эту картину, жалко смотреть на этих людей, потому что все это, ну, ни к чему хорошему не приводит. Так что помните об этом, да, всегда будьте лучшим, да, лучшим во всем, всегда, то есть, меняйтесь сами, меняйте людей вокруг себя, если они не меняются, значит, меняйте окружение, да, но всегда стремитесь к лучшему, к новому. Обязательно, да, то есть, вот обязательно займитесь, то есть, ведите в себя привычку. Год еще не закончился, кто этого не делает, я знаю, что наши директора это делают, я знаю, что там Алексей Саргаев, да, уже там начал прописывать, но многие это уже начали делать. Кто еще этого не делал, сходите завтра в хороший магазин, выберите хороший, качественный ежедневник, да, недатированный, заведите его и просто начните планировать свою жизнь, начните ее анализировать, начните проводить итоги, и пройдут года, пройдет 5 лет, 10 лет, и вы будете листать вот этот журнал, да, вот этот ежедневник и вспоминать, то есть, с чего все начиналось, вы будете видеть, как вы менялись, вы будете видеть, как меняется ваша жизнь, вы потом своим детям будете это показывать, вы будете их на примере учить, на своем примере, как правильно планируют свою жизнь, вы будете для них являться примером лидерства, примером роста личности, да, примером того человека, который стремится в этой жизни к лучшему. Друзья, успехов вам, хорошего вам закрытия 17-го каталога, мы с вами увидимся на последнем параде 30 декабря, в субботу, обязательно поздравим все новые результаты, а этих результатов будет уже очень много в этом каталоге, их уже очень много, мы обязательно, каждый из директоров скажет какое-то короткое-короткое послание, то есть поздравление с наступающим Новым годом. Так что, друзья, давайте с вами сделаем в эту последнюю неделю то, что многие люди не сделали, не делали за целые месяца. Все, друзья, спасибо всем, успехов, увидимся с вами на банке.